Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялась. Простились с Михаилом Шаравиным 8 июля. Из-за пандемии коронавируса количество присутствующих было ограничено. Об этом накануне сообщил руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Михаил Петрович скончался 3 июля. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель. Я находился в лесу, когда мне сообщили, тут же примчался. Информации о том, где погребен Шаравин, пока нет. Родственники еще не сообщили об этом фонда, отметил Кунцевич. Напомним, Шаравин участвовал в поисках группы Дятлова с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Именно Михаил Петрович первый нашел на склоне горы Халачахль разрезанную и брошенную палатку туристов, которые погибли при загадочных обстоятельствах. Помог ему в поисках Борис Слабцов. Также с участием Шаравина были обнаружены первые пять тел участников экспедиции. Михаил Шаравин отстаивал версию о том, что причиной гибели группы Дятлова стала техногенная катастрофа – испытание военного оружия. Однако вчера генпрокуратура заявила, туристы погибли от внезапного схода лавины. Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она. Группа ушла на 50 метров от палатки, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины, они все сделали правильно. Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели, поделился расследованием замначальника управления. Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. Специалист подчеркнул, был проведен эксперимент, который подтвердил, что палатку найти с закрытыми глазами невозможно. По словам Курьякова, группа Дятлова сразу же спустилась, чтобы разжечь костер. Позже туристы попытались вернуться к месту, где была установлена палатка. Но замерзли, так как температура воздуха была минус 40-45 градусов. Также напомним, что причиной гибели туристов из группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году стал внезапный сход лавины. Из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку. Так как температура воздуха была около 40-45 градусов ниже нуля, все члены экспедиции замерзли. По словам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, в ходе расследования был проведен эксперимент, который подтвердил, что палатку найти с закрытыми глазами невозможно, даже если знаешь, в каком направлении она находится. Как он отметил, туристы стали спускаться дальше и разожгли костер, чтобы согреться. Потом молодые люди попытались вернуться к месту, где была установлена палатка, но замерзли.